Привет, ребят! Это заключительная третья часть эволюции Sub-Zero, где мы посмотрим на персонажа в новой хронологии Mortal Kombat, а также в Injustice 2 и современных экранизациях. Не буду сильно затягиваться вступлением, погнали! Субтитры создавал DimaTorzok Скорпион, Джонни Кейдж, Меллина и, как уже понятно, Sub-Zero. Соответственно, когда игра вышла официально, многие из тех, кто успел ознакомиться с демкой, уже имели представление о том, что это за четыре персонажа, как ими играть и как играть против них. По идее, именно Sub-Zero и Скорпион – те персонажи, которые должны быть универсальными. Они появляются почти в каждой части, у них много фанатов и, соответственно, играть ими должно быть комфортно как новичкам, так игрокам посерьезнее. Но у Sub-Zero в девятой части есть проблемы. Во-первых, он банально медленный, а во-вторых, почти каждое его движение наказывается. То есть освоить персонажа несложно, а вот играть на высоком уровне – это, скажем так, на любителя. Конечно, были в своё время крутые игроки на Sub-Zero, но куда меньше, чем на Кабале, не знаю, Сайрексе или Смоуке. Типа сам по себе перс популярный, но не очень комфортный. Здесь у него четыре знакомых спешла. Айсбол – довольно медленный и воткнуть его получится далеко не везде. Затем подкат – нижняя атака. Ледяной клон и заморозка земли. Она, кстати, не блокируется. Есть усиленная версия с большей дальностью, но выполняется настолько долго, что противник успеет перепрыгнуть саба, закурить, почитать, что там происходит во внешнем мире и в итоге ещё наказать саба. Реально очень долгий и по факту бесполезный спешл. Его можно использовать, когда противник после нокдауна встаёт без атаки, разве что так. Хотя изначально заморозку земли можно было воткнуть после айсбола и таким образом продолжить комбо. Например, после серии ударов противник замораживается, потом выполняется заморозка земли и наносится ещё серия ударов. Только вот с патчами такую возможность убрали. Но самая используемая способность в девятке – это всё-таки ледяной клон. Он позволяет использовать два условных стиля игры. Можно ставить клон и засирать противника айсболами или пытаться поймать на подкат. Но опять же вариант такой себе, потому что мобильным персонажам это не очень-то и страшно. Особенно тем, кто может безопасно телепортироваться. Ну а другой стиль, который часто можно было видеть на турнирах, если там есть сабзиро, это прессинг в углу. Судя по всему, на это и был расчёт при создании персонажа, потому что большинство его комбо откидывают противника на полэкрана, что и наталкивает на такие мысли. В углу сабыч может безопасно бить противника в блок и отменять серию в ледяной клон, при этом как бы закрывая последнего в ловушке. Сам сабзиро отскакивает, а противник остаётся между стеной и ледяным клоном, из-за чего в большинстве случаев вынужден просто стоять в блоке. Опять же не все удары саба одинаково эффективно отменяются в клон, где-то противнику остаётся больше пространства. Но есть вариант, где не то что опасно пытаться выпрыгнуть, а даже банально шевельнуться. Естественно, это не так эффективно против мобильных персонажей, но стоит помнить, что большинство атакующих телепортов наказываются. И сабзиро на опыте оставляет клон так близко, что его оппонент, даже имея подходящую опцию, просто не сможет ей воспользоваться, потому что окажется заморожен. Важно понимать, что скилловые игроки знают эти техники игры на сабе и, конечно, стараются сделать всё возможное, чтобы не дать зажать себя в углу. Но, тем не менее, в игре действительно возможны ситуации, когда сабзиро бескомпромиссно доминирует. Девятая часть – это ещё одна игра в серии, где братья сабзиро занимают три ячейки в ростере. Напомню, так было в домашней версии Ultimate MK3, затем в MK3 Logit для PlayStation и вот, наконец, в девятке. Обычный сабзиро – это Куайли Энн, младший из братьев. Хотя по сюжету в виде сабзиро сначала нам встречается именно старший – Бихан. Он тоже есть в ростере, но уже виден у Псайбота. А третий сабзиро – это Киборг, который появился в результате вмешательства во временную линию. Но, опять же, подробнее об этом в истории персонажа. На мой взгляд, кибер сабзиро куда более интересен как боец. Хотя, глядя на тирлисты, я вижу, что нередко его ставят ниже обычного саба. Но, опять же, тирлистов существуют десятки. Их может создать кто угодно, и не каждый из листов представляет одинаковую ценность. Где-то кибер саб на порядок выше обычного, где-то они недалеко друг от друга. И, опять же, важно учитывать позицию персонажей до патчей и после. Кибер сабзиро куда более мобильный персонаж, потому что, как минимум, у него есть телепорт, такой же, как у Сайрекса, который при усилении еще может наносить урон. Он тоже может контролировать дистанцию, правда, с помощью бомб, а не клонов. Бомбы кидаются на три дистанции, не блокируются и замораживают противника, если взрываются под ним. При усилении сабыч кидает сразу три бомбы, и на большой дистанции это может быть проблемой, ведь придется выпрыгивать. А кибер саб, как и обычный, кстати, может усилить айсбол, который превратится в ледяной луч, и его перепрыгнуть уже не получится. Не лучший вариант, конечно, как потратить два метра, но сам факт, это возможно. Плюс у киборга есть дайвкик, примерно как у кунлао, только более безопасный, ведь сабзиро отпрыгивает назад, и наказать получится не всегда. Насколько я помню, когда игра только вышла, некоторое время дайвкик сабзиро вообще не наказывался. Он действует на две дистанции и тоже усиливается, можно нанести сразу три удара. Конечно, у киборга в арсенале имеется подкат, такой же, как у обычного саба, и никуда не делся айсбол. Вот тут интересно, что айсбол киборга наносит больше урона, чем айсбол обычного саба. Там, конечно, совсем незначительная разница, и вряд ли кто-то станет пускать, например, два айсбола подряд, ну типа зачем. Но интересно, почему разработчики так сделали. Ещё киборгу дали ледяное парирование, способность, которая впервые появилась в кроссовере Mortal Kombat vs DC. И действует она точно так же. Киборг покрывается льдом, и в этот момент его нельзя трогать средними и высокими атаками, не считая проджектайлов. Иначе контратакуют. К тому же, киберсаб-зиро может в миксапы, чем особо не похвастается обычный сабыч. На деле оба персонажа, хоть имеют одинаковые имена и часть спецприёмов, всё же они принципиально отличаются друг от друга. Игра за обычного саба, как правило, требовала больше тактики, а киборг был более разнообразным и мобильным. Плюс некоторые длинные, но медленные атаки мечом. Конечно, его основные фишки – это парирование, после которого персонаж очень быстро восстанавливается, и, пожалуй, бомбы, которыми киборг может задавать темп игры и заставлять противника шевелиться. Отдельно стоит похвалить внешность обоих бойцов. В этом плане авторы вообще молодцы, потому что в девятке многие бойцы стали выглядеть как-то по-новому, но в то же время завезли кучу скинов из классики. Саб-зиро, кроме основного скина, имеет альтернативный, в котором встречается Бихан по сюжету. Мне лично он нравится куда больше основного. Помимо этого есть классический костюм из первой части. И главное – скин из третьей, без маски. Просто 10 из 10, только бы чуть-чуть светлее. У киборга тоже есть альтернативный скин, который подтверждает, что угодить фанатам Mortal Kombat не так сложно. Достаточно напомнить им о классической трилогии, и большинство оценит это по достоинству. Соответственно, у киборга альтернативный скин тоже из третьей части. Ну, как бы в стиле третьей части. Там же не было кибер-саб-зиро. Здесь у саба-человека сразу три фаталити. В первом случае он замораживает ноги противника и отрывает верхнюю часть тела. В другом добивании сабыч прямо выдергивает позвоночник через грудь вместе с головой, а потом зачем-то морозит тело противника и уничтожает его же костями. Третья фаталка – самое что ни на есть классическое, которую в серии этих видео я упоминаю уже какой раз, пятый, шестой. Короче, это обезглавливание голыми руками. Это всегда было и будет эффектно и жестоко. У киборга добивание тоже вполне себе. Кстати, замечали, что часто, еще со времен третьей части, фаталити киборгов как бы подчеркивают, что для них главное устранить цель, а выжить при этом не обязательно. Так Сайрек смог взорваться вместе с противником. Смог уничтожить всю землю, хотя это скорее про какой-то фан. Вот и кибер-саб-зиро в одном из добиваний хватает жертву, замораживается вместе с ней и взрывается, оставляя на поле боя одни лишь ноги противника. Второе фаталити уникальное и, я сказал бы, креативное, если здесь это вообще применимо. Киборг запускает в голову противника три сюрикена, один из которых вращается в мозге, из-за чего жертва невольно принимает странную позу и падает замертво. Боебалити у персов, само собой, тоже разное. Саб-человек, превращаясь в младенца, как бы создает лужу у себя под ногами, но естественным путем, так сказать. В итоге она замерзает, мини-саб подскальзывается, падает и рыдает. Киборг же замораживает себя сам с помощью бомбы. Лично мне понравилась идея с двумя Саб-Зиро в девятой части, да еще с таким слоем фан-сервиса. Авторы как будто понимали слабые стороны одного персонажа и компенсировали их в другом. И хотя ни одного из них нельзя называть сильнейшим бойцом в игре, но, камон, это Саб-Зиро. Ему не обязательно быть сильнейшим персонажем в игре, ему обязательно просто быть в ней. Новый год уже наступил, а значит, самое время запастись новыми играми. Сделать это можно с помощью площадки divmark.com, где есть игры для любой платформы – Steam, Xbox, PlayStation или Nintendo Switch. Кроме этого, вы можете просто пополнить свой цифровой кошелек на будущее или приобрести внутриигровую валюту. На Divmark есть товары и для мобильных платформ, например, карты оплаты для iTunes, Google Play, Spotify и множество других сервисов. Здесь вы даже найдете любой софт, от антивирусов до Windows. С оплатой не будет никаких трудностей. Принимаются банковские карты, киви и недавно появилась возможность оплачивать картами мир. Ну а с промокодом КУЛЬТ вы получите дополнительную скидку 20%. Ссылка в описании, переходите, выбирайте товар, продавца и покупайте то, что нужно. Веб-сериал Mortal Kombat Наследие, созданный как сопутствующий проект по мотивам игры, конечно, тоже показал нам братьев Саб-Зиро, но совершенно по-другому. Так или иначе, в двух сезонах есть три эпизода, прямо посвященных противостоянию кланов Ширай Рю и Лин Куэй. Правда, по версии сериала, оба клана японские и подчиняются одному Сёгуну, при этом локально базируются рядом друг с другом. Настолько, что нуждаются в нейтральной территории. Кроме этого, авторы сериала изменили характера персонажей. Здесь Би Хан – это 100% положительный персонаж, который хочет остановить противостояние кланов и бессмысленное кровопролитие, при этом с детства дружит с Ханзо Хасаши. Ну, точнее, они дружили в детстве. А Куай Ли Эна сделали прямо отбитым говнюком, который злой, потому что его недооценивают. При этом авторы не создали образ, основанный на чём-то, кроме одной реплики. Куай злой, просто потому что так надо. Ещё и показывают его с парой дружков, которые, знаете, как в американских фильмах про школьников, как будто гоняет по округе и булит всех, кого встретит. Вот очень двояко вышло. Би Хан получился интересным, его так ещё нигде не преподносили. А Куай Ли Эна сделали хер про Бей Кем. Такой чисто урод в семье, который доставляет проблемы, но его всё равно любят. В любом случае, здесь происходят битвы. Противостояние Скорпиона и Саб-Зиро в первом сезоне – это, конечно, обман. Ведь Би Хана там не было, его облик принял Куан Чи, чтобы обманом затащить Ханзо на турнир. Но Ханзо и Би Хан в виде Саб-Зиро столкнулись во втором сезоне. И, блин, простите, конечно, но это какой-то бред в плане дизайна костюмов. То есть Скорпион, окей, выглядит интересно. Саб-Зиро в первом сезоне тоже более или менее. Но вот здесь это что вообще? Во-первых, это страйкер из Армагеддона. Во-вторых, серьёзно? Какие-то пластмассовые доспехи в стиле мотоспорта на войне времён феодальной Японии? Я напомню, что кланы подчиняются Сёгуну. Если есть Сёгун, значит это примерно середина-конец девятнадцатого века. Это типа прям ошибка. И лично для меня такая внешность основного перса серии – какое-то недоразумение. Причём, посмотрите, Скорп-то выглядит отлично, как будто весь бюджет ушёл на его костюм. Тем не менее, в этой битве Саб-Зиро демонстрирует свои игровые навыки – заморозку и подкат, хотя Эсбол не попадает в цель. А ещё мы даже увидели на экранах его легендарное фаталити с обезглавливанием, правда, выполненное на самом Саб-Зиро. Роль Бихана исполнил Эрик Стайнберг. Не самый известный актёр, конечно, но снимался в кино с начала семидесятых. Он, кстати, озвучил господина Симуру в игре «Призрак Цусимы». И кажется, даже внешность персонажа основана на внешности Эрика. Ну так, чисто визуально. У Алиэна сыграл Гарри Шам-младший. Он актёр и танцор. Именно навыки танцора он часто демонстрирует на экранах. Его можно заметить в паре частей фильма «В шаг вперёд» и массе других работ, но, как правило, на вторых и третьих ролях. Знаете, как автор роликов на ютубе, я уже, наверное, вышел из той стадии, когда хочется что-то хейтить, просто потому что люди банально любят такое. Да и что касается сериала «Наследие», я уже достаточно говорил о нём в своих роликах, и большинство и так знает отношения. Оно не изменилось, я до сих пор не люблю этот сериал, именно потому что люблю «Мортал Комбат», но считаю важно разделять. В данном случае актёры, по-моему, отлично справились. Претензии, если есть, то к сценаристам и костюмерам, и так, наверное, со всем сериалам. Нам предлагается так называемое «своё видение» в сериале, напомню, созданном по мотивам игры и призванном её продвигать в том числе. Так вот это видение не всегда вяжется не то чтобы с личными представлениями, но даже банально с логикой. Так или иначе, у экранизации есть хорошие стороны, те же актёры, постановка боёв, поэтому я к нему всегда возвращаюсь и буду возвращаться. К тому же это первая экранизация серии со времён сериала «Завоевание», на него нельзя было не обратить внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А дальше уже начинаются отличия, причём довольно сильно меняющие стиль игры на персонажа. Пожалуй, самая популярная вариация – это Грандмастер, в которой САП может оставлять ледяной клон. Здесь появилась возможность кидать его в противника или уничтожать взрывом, нанося урон осколками. Но главная фишка этой вариации – опять же прессинг. Если прямо сильно не вдаваться, то стиль игры на Грандмастере очень напоминает Саб-Зиро из девятой части. То есть персонаж раскрывает весь потенциал, зажимая противника в углу. Выглядит это примерно так же. С одной стороны противника сдерживает стена, с другой – ледяной клон, касаться которого нельзя. И в этот момент вариантов не так много. Либо пытаться блокировать удары Саб-Зиро и ждать окна, когда можно будет сбежать или перехватить инициативу, если такое вообще появится. Либо же пытаться как-то выпрыгнуть. Но опять же такая возможность есть только у мобильных персонажей, которые могут телепортироваться. И здесь очень преобладает майндгейм. Если Саб-Зиро в какой-то момент уже будет ожидать телепорта, то скорее всего он окажет за него. То есть это может быть не очевидно, но Саб-Зиро в вариации Грандмастер не то чтобы способен. Он буквально заточен под то, чтобы создавать некомфортные ситуации для противника. Криомант – это менее тактический, но более агрессивный стиль. Здесь в арсенале Саб-Зиро появляются удары ледяным оружием. Основной спешл, который здесь появляется – это удар молотом. Не самый быстрый, но при этом является оверхедом и подкидывает противника за метр, что позволяет продолжить комбо. Кроме этого имеется удар молотом с воздуха. Саб-Зиро в прыжке обрушивается на противника. Плюс в этой вариации появляется комбо-лаунчер, то есть серия, в которой последний удар мечом подкидывает противника. Только вот на бумаге – это крутой бесплатный лаунчер, после которого можно крутить оппонентом как угодно. Но на практике применить эту серию средних ударов не так просто на реальных противниках. Гораздо эффективнее использовать всякие разводки и миксапы, нежели пытаться начинать комбо с серией, которая как будто создана для этого. То есть более вероятно вскрыть противника какой-то обманкой. Ну типа есть серия из нижних ударов ногами. Но можно отменить второй удар, например, в оверхед молотом, потратить метр и дальше жонглировать. Противник готовится блокировать нижний удар ногой, сидит в блоке, а по нему прилетает молот сверху. Это, конечно, условно и для примера, потому что на молот можно среагировать, особенно если ожидаешь его. Но таким образом игроку на Саб-Зиро более вероятно вскрыть противника и нанести много урона, нежели пытаться поймать на лаунч комбо. Да и Саб-Зиро в МКХ такой персонаж, которому лаунчеры особо-то и не нужны. У него есть танищая заморозка, есть довольно быстрый оверхед рукой, с которым в углу тоже можно покомбить. В каждой вариации есть ледяной взрыв, который тоже эффективен в углу при усилении. Стиль неосокрушимый оказался наименее популярным, хотя здесь у Саб-Зиро появляется ледяная аура, которая позволяет наносить больше урона спецприемами и замораживать противника усиленным подкатом. Другой спешл, доступный в этой вариации, это ледяной барьер. Работает примерно как парирование у кибер Саб-Зиро в девятке, только сразу замораживает. То есть, когда Саб-Чи закрывается ледяным барьером, трогать его нельзя, иначе сработает заморозка. У кибер Саб-Зиро парирование нужно было усиливать. Способность довольно быстрая и, возможно, при суперграмотном использовании еще и полезная, но у нее есть минусы. Во-первых, игрок никак не контролирует длительность барьера, его нельзя удерживать. Во-вторых, эта способность пробивается оверхедом, и это, пожалуй, самое обидное. Если вспомнить кибер Саба из девятки, так вот там парирование было наиболее полезно, именно когда на тебя прыгает противник. А здесь удары с напрыжки и другие оверхеды пробивают барьер, что, естественно, уменьшает его применимость. Единственное, стоит отметить, что некоторые серии можно отменить в усиленную ледяную ауру, таким образом сократив время восстановления после удара и моментально продолжив комбо. Это, наверное, самая полезная фишка вариации на данный момент, уже после всех патчей и так далее. У персонажа тут целых шесть скинчиков. Это основной, который многим, помню, не нравился ещё до релиза игры, уже судя по трейлерам, из-за того, что он напоминает пуховик или жилетку, что-то вроде того. Хотя мне нравится, особенно ножи на предплечьях. Второй скин сюжетный, это современная вариация Саб-Зиро без маски из третьей части, ну плюс-минус. Также по сюжету нам встречается Саб-Зиро Ревенант. Этот скин нужно открывать в режиме Test Your Might, но, по-моему, оно того стоит, выглядит хорошо прям. Ну и уже с DLC завезли скин, ммм, я даже хер знает, как это назвать. Но для трёх условных цветных ниндзя, Саб-Зиро, Скорпиона и Ермака, добавили вот эти какие-то пластмассовые скины. Не знаю, как будто играешь с огромной коллекционной фигуркой. Наверное, в этом и суть. Естественно, для меня 10 из 10 это классический скин из Ultimate MK3, его тоже добавили всем цветным ниндзя. Ну и костюм, который сейчас бы добавлять не стали, а будь это актуальная часть, то, скорее всего, изменили бы, как случилось со Скарлетт. Это скин Тундра, типа из серии Холодная война. Кстати, не знаю, обращали внимание или нет, но в 10 части шрам на лице Саб-Зиро есть только в скине без маски. В комиксе-приквеле MKX рассказали, что в новой хронологии шрам на лице Куайли Эна оставил Кейно, причём не просто ранил его в битве, а прямо намеренно оставил увечья кинжалом Камедогу. В 10 части у Саб-Зиро 3 фаталити, и все они ощущаются очень жестокими. В одном случае он пробивает дыру в теле противника, хватается двумя руками за обнажённый позвоночник, поднимает жертву и разрывает на две части. Второе фаталити оказалось очень популярным среди фанатов. Это ложе из шипов, и название говорит само за себя. Сабыч костует ледяные шипы за спиной противника и насаживает на них жертву. Плюс в эту часть нескольким персонажам завезли классические фаталити, и таковое появилось у Саб-Зиро, это уже знакомое нам обезглавливание. Конечно, я не забыл о Кибер-Саб-Зиро в MKX. Тут важно понимать, что в девятке это был самостоятельный персонаж, а здесь всё-таки одна из вариаций другого бойца, Трайборга. Я замечаю, что большинство разделяет вариации Трайборга, часто называют Триборгами и что-то вот в этом роде. Но позвольте в очередной раз подушнить и уточнить, никаких Триборгов нет. В серии есть Киборги. А Трайборг это пятый известный нам по играм Киборг. Он может подражать и использовать движения Сектора, Сайрикса, Смоука и Саб-Зиро, но никем из них, конечно, не является. Это самостоятельный персонаж, который завладел спецификациями других киборгов. С таким же успехом можно взять, например, хамелеоны, которые пусть немного иначе, но всё же копируют цветных ниндзя и называть их всех хамелеонами. Правда, важно отметить, что в случае Трайборга авторы действительно молодцы, и каждая его вариация ощущается как самостоятельный персонаж, несмотря на общее движение и скорость. При этом ни в одной вариации не повторяются спецприёмы. У Кибер Саб-Зиро даже есть оверхед, которого нет в других вариациях, и это нормал, не спешл. Правда, он съедает половину шкалы выносливости, и спамить им не получится. В остальном арсенал спецприёмов примерно такой же, как и в девятой части. Айсбол, подкат, ледяные бомбы и дайвкик. Как ближний, так и дальний. Также здесь появилась способность вызывать дронов, которые усиливают урон от ударов киборга и меняют некоторые движения. А если удерживать необходимую кнопку, то дрон может усилить как нормалы, так и серию ударов. И хотя фишка с дронами интересная, но я крайне редко замечал, чтобы их активно использовали. В основном Кибер Саб-Зиро выбирают из-за его мобильности и отчасти поломанного прессинга, которым владеют все вариации Трайворга. Конечно, прессингу способствуют ледяные бомбы, которые, кстати, при усилении можно превратить в ледяные лужи. Они довольно долго остаются на арене и станет противника, но это скорее второстепенная опция. Дайв Кик позволяет не столько наносить урон, сколько перемещать киборга. Но в принципе, как всегда в серии было, кто бы не владел таким движением. Будь то Кун Лао, Фуджин в МК-4 или Кибер Саб-Зиро. Например, после удара в воздухе Кибер Саб может моментально приземлиться с помощью дайв Кика и продолжить серию. Не стоит забывать про необычные X-Ray этой вариации Трайворга. Кибер Саб-Зиро уходит в парирование. Такая способность была у него в девятой части, только здесь, в десятке, если его коснуться, то придется дать треть здоровья, потому что это старт X-Ray. Конечно, X-Ray и Фаталити всех четырех вариаций Трайворга выглядят одинаково. В одном случае они по очереди кромсают жертву, в итоге разрывая ее надвое. А в другом складываются в какую-то машину смерти, которая тросами Смоука притягивает жертву прямо на пилу Сайрекса, а в итоге противника давит пресс Сектора. Но если вспомнить его Фаталити из третьей части, то этот элемент машины именно от Сектора. Кстати, да, Кибер Саб-Зиро не участвует в исполнении Фаталити, ну, типа секретный персонаж. Но у него есть свой набор Бруталити, плюс он появляется в совместных. Безусловно, между Кибер Саб-Зиро и обычным большая разница. Это совершенно разные персонажи, несмотря на пару общих спецприемов. Хотя и они выполняются разными командами. Вообще, добавление такого персонажа, как Трайборг, на мой взгляд, гениально. Фанаты довольны, на сюжет никак не влияет, сам по себе в своих четырех вариациях получился чертовски хорош. Хотелось бы его увидеть снова, либо же поиграть киборгами по отдельности. И надеюсь, что в будущей части у нас появится такая возможность. А пока вернемся к Саб-Зиро. Следующее появление персонажа состоялось уже не в Mortal Kombat, а в Injustice 2. На первый взгляд может показаться, что это ровно тот же Саб-Зиро, какой был в MKX. Но отличия есть, и они значительны. Персонаж использует те же анимации и такие же комбо, но, естественно, комбинации ввода адаптировали под геймплей Injustice, где есть лаунчеры назад 3 и вперед 3, а также спецприем, выведенный на отдельную кнопку. Да и сами комбо, хоть и выглядят визуально так же, как и в Десятке, но работают иначе. Например, это серия с мечом, которая была в вариации Криомант. В Injustice тоже подбрасывает противника, но откидывает его дальше. Соответственно, она наиболее эффективна в углу, в то время как в Десятке эта серия не отбрасывала противника так далеко. Важно и то, что в Injustice 2 ледяной шар Саб-Зиро замораживает только при усилении, а без метра он работает как обычный, не станущий снаряд. Зато если потратить на него метр, то Проджектайл не только заморозит противника, но и уничтожит все летящие снаряды. Базовый вариант персонажа сочетает в себе движения из стилей Грандмастер и Криомант, то есть у него в арсенале есть ледяное оружие, но при этом он может ставить ледяных клонов, которые опять же позволяют эффективно прессить. Ими по-прежнему можно швыряться, или разбивать их ледяным взрывом, нанося урон осколками. Но важно помнить, что в Injustice 2 есть разблокируемые спецприемы, которых нет по умолчанию, так вот у Саб-Зиро таких разблокируемых спецприемов довольно много. Можно открыть ледяную ауру, которая будет поглощать часть урона. Можно научить персонажа телепортироваться, причем Саб-Зиро делает это довольно быстро, правда не наносит удар. Есть возможность запускать в противника ледяных клонов, например изменить таким образом подкат. В противника полетит клон, а сам персонаж подставляться не будет. Также есть воздушный клон, который летит во врага в то время, как Саб-Зиро отпрыгивает назад, и наказать его может далеко не каждый персонаж. Есть еще заморозка земли. Если ее не усиливать, то противник просто поскользнется и упадет. Такой вариант не блокируется. Но за метр противника можно застанеть, правда это уже будет нижняя атака, и ее можно заблокировать. Также вернулся ледяной барьер, с помощью которого можно парировать атаки противника. Ну а еще есть возможность изменить воздушный удар молотом, который за метр будет подкидывать противника, что позволит начать длинное комбо. Чуть не забыл, что в Инжастис 2 есть возможность оставить сразу двух ледяных клонов. Но пока я перечислял способности бойца, думаю большинство уже обратили внимание на то, что каких-то новых здесь не так много. По большей части это знакомые движения персонажа. Его как будто разобрали на части, и предложили игрокам собрать свою собственную вариацию. В целом, Саб-Зиро в Инжастис 2 сильный, и я бы сказал универсальный персонаж. В части бойцов опасно зонить Саба из-за его айсбола, который уничтожает проджектайлы. У него есть хорошие продвигающие серии еще со времен МКХ, хороший потенциал в плане миксапов, которые позволяют путать противника, ну и конечно прессинг с помощью клона. А учитывая сам геймплей этой игры, где у каждого бойца есть как минимум три дефолтных лаунчера, включая апперкот, Сабыч может снимать много здоровья противника без особых изощрений в плане ввода. Камбухи реально выдумываются на ходу. Базовый скин персонажа совершенно оригинальный и явно создавался с уклоном в супергеройку, чтобы Саб-Зиро выглядел достаточно вычурно среди других персонажей. У него появилась накидка с плащом, а руки и ноги покрылись ледяными осколками. Но вариантов кастомизации здесь более чем достаточно. В игре у персонажей меняются пять элементов. Голова, торс, руки-ноги и оружие, если персонаж его использует. Соответственно, местного Саб-Зиро можно легко одеть в какой-нибудь костюм из классической трилогии или выбрать что-то из оригинальных вариантов. Чего-чего, а элементов кастомизации в этой игре в совокупности очень много. При этом можно изменить расцветку персонажа и собрать кого-то из цветных Ninja Mortal Kombat, но, конечно, условно. Ведь как ты не наряжай Саб-Зиро, он всё равно останется Саб-Зиро. И жёлтый костюм не даст ему способностей Скорпиона, например. Лично мне нравится Саб-Зиро из Injustice 2. Это очень вариативный персонаж, особенно по мере открытия способностей, которым к тому же очень комфортно играть. Да, он сильно напоминает свою версию из MKX, но в основном это только визуально. А вот впереди у нас совершенно новая версия персонажа, у которой уже не так много общего с прошлыми появлениями. Саб-Зиро в Mortal Kombat 11. Без преувеличений, это любимый персонаж для одних и боль для других. В этой части Сабыч получился очень сильным. Возможно, сильнее, чем когда-либо. Его айсбол можно воткнуть почти в любую серию, за счёт чего, вскрыв противника, нетрудно нанести ему массу урона. Зонить его тоже опасно из-за того же айсбола. Если это типичная перестрелка в MK11, то высок риск оказаться замороженным, даже если ваш проектайл попадёт в Саб-Зиро. Но цена, которую вы за это заплатите, может оказаться слишком высокой. И не стоит забывать про усиленный ледяной шар, который летит быстрее и уничтожает все встречные снаряды на пути. Причём интересно, что обычный айсболл – это высокая атака, под ней можно присесть. А вот усиленный – это уже средняя. Чисто визуально под ней тоже можно присесть, но это обман. Хотя, например, Синделл может подстреливаться со своим низким проджектайлом, выпуская который она садится так низко, что попасть по ней могут немногие. Но тут важно следить за соперником и выполнять атаку тогда, когда сабыч начинает кастовать айсболл. Иначе, даже если по нему попасть, можно оказаться замороженным и словить как минимум подкат. Но давайте будем честными. 90% игроков на Саб-Зиро в лигах, оказавшись на большой дистанции, обычно по дефолту запускают простой айсболл, а следом усиленный. Это не то, чтобы какая-то имба. Например, Шан Цун может парировать усиленный айсболл смоуком. Синделл его лоу профайлит, ну то есть пригибается под ним. Мобильные персонажи могут телепортироваться. Эрон Блэк с реактивным выстрелом еще и в ответ может подстрелить. А Джейд, как по мне лучший матча против Саб-Зиро, ну думаю сами понимаете, в нее стрелять далеко не всегда есть смысл, учитывая теневую ауру. Плюс айсбола Саб-Зиро в 11 части именно в том, что его можно связать почти с любым ударом, при этом не сжигая метр. Отдельная история с подкатом. Он очень быстрый и достает довольно далеко, из-за чего играть против Саб-Зиро часто некомфортно. Даже если это адекватный игрок, и он явно не будет спамить подкатом, который наказывается, все равно как-то рефлекторно хочется присесть в блоке. Или так только у меня. Поэтому я против Саб-Зиро всегда беру Синделл. Ей вот вообще не обязательно находиться на земле, она может и с воздуха подраться. Подкат, кстати, можно заменить на удар плечом. Это уже не низкая, а средняя атака, и я не совсем понимаю, зачем она нужна. Видел только, что пару лет назад этим спешлом пользовался некрас. Больше, кажется, никогда не встречал. Подкат быстрее. 11 кадров против 16. Наказываются оба спецприема одинаково, даже если усилить удар плечом. Щит, которым накрывается Сабыч, выполняя удар плечом, снаряды не поглощает. Крашен Блоу есть и там, и там. Только подкат все-таки нижняя атака, а удар плечом средняя. С последним можно нанести больше урона, окей. Но, по-моему, подкат куда более применим. Вздымающийся лед. Новая атака Сабыча, которая тоже небезопасна на блоке, но используется для того, чтобы подкинуть противника и продолжить комбо. Что-то подобное есть у Рейна, но он может еще и атаковать с воздуха почти сразу. А Сабзиро нет. Ему для продолжения комбо нужно сначала приземлиться. Ну, то есть формально Сабзиро может следом выдать удар, но если он попал этим спецприемом. Правда, тычка в воздухе просто не попадет по противнику, как и удар ногой. А если оппонент блокирует, то Сабыч уже ничего не сможет сделать в воздухе. Придется получать наказание. В воздухе наш герой, кстати, тоже небеспомощный. У него есть ледяной топор, которым он может кидаться в прыжке. Примерно как это делает Кабал, только этот еще и приземляться быстро умеет. В этой части у Сабыча нет ледяных клонов. Они максимум появляются между раундами или в бруталите. Но есть арктическая ловушка. Суть примерно такая же. Если противник коснется, то заморозится. Но с ее помощью пресить уже не так эффективно. Она быстро исчезает, ее можно перепрыгнуть, стоит две ячейки, 41 кадр, никуда в комбо не воткнешь, только если пытаться ловить на усиленный подкат, как это было в предыдущих частях. Правда, может оказаться себе дороже. С ее помощью можно ловить челиков, которые постоянно кувыркаются вперед, но по-моему, игра вообще не стоит свеч. Да и в этой части, чтобы пресить, Сабзира вообще не нужны ледяные клоны, а все благодаря его оверхеду топорами вперед 2 и серии начинающейся с нижнего удара назад 3. Когда Сабыч зажимает в углу, лично у меня начинаются панические атаки. Потому что среагировать на топоры невозможно, нижний удар ногой протягивает Саба, и начинается вот это. Два удара, педаль назад, нет пробития, окей, еще разок. Ага, может на, держи оверхед топорами? А давай, че уж там. Сабзира, конечно, не единственный персонаж, которого нужно угадывать, но на мой взгляд, самый лютый в этом плане. То есть ждать оверхед или нижний удар, закончит он серию или можно постараться выбраться. И важно помнить, что если Сабзира вскроет оппонента, то это почти всегда фул комбо, а если в углу, то очень вероятно, что еще и скрашен блоу на восьмом ударе. Плюс у него есть крутая опция, ползучий лед, нижний удар, который при усилении превращается в 3 удара, и на блоке отталкивает противника. К счастью, старт не моментальный, можно чистый блок поставить или даже выпрыгнуть, и на том спасибо. Еще у Саба есть спецприем «Полярный шквал», когда он отступает назад и запускает в противника ледяные осколки. Прикольная штука, чтобы отойти от противника на комфортную для Сабзира дистанцию. Также персонаж может создать массивную ледяную конструкцию и толкнуть ее в противника. Но не думаю, что вы часто встречаете игроков, использующих этот спецприем или вышеупомянутый. Чаще всего берут первую вариацию с усиленным айсболом и ползучим льдом, но оно и логично. Есть еще один спешл, который в лигах никто не встретит, потому что этот спецприем нельзя использовать в соревновательном режиме. Это заморозка земли. У этой штуки долгий старт, но она не блокируется. Если вложить метр и усилить спецприем, то он будет доставать очень далеко, но станет нижней блокируемой атакой. Я чисто по фану решил взять эту опцию и пойти в нерейтинговые бои. Честно, так и не понял, почему запрещают эту способность. Она очень хорошо работает, когда противник в нокдауне, но на этом ее преимущества заканчиваются. Старт очень долгий, а вот противник восстанавливается довольно быстро, и у Сабыча не так много вариантов для продолжения, потому что попадают только средние и нижние удары. При этом спешл занимает два слота. Да, на части игроков это действует, ну, потому что просто никто не играет с этим спешлом, и люди не в курсе, как он работает. Но стоит сделать так раз, два, и любой адекватный человек накажет за такую наглость. В общем, в этой части Сабзиро крутой персонаж, и главное, он может в миксапы, у него хорошие нормалы, в том числе удар топором назад один, или плюсовый удар ногой вперед четыре. Многим персонажам опасно его зонить, но и вблизи оказаться с ним не то, чтобы очень хочется. В МК-11 у него кастомизируется маска, топоры и арсенал на поясе. Основной скин, скажем так, на любителя. Многим не нравится эта шапка, но, к счастью, есть костюм из второй части, Десепшена, плюс скин, похожий на Ревенанта, а также из Лиги Черного Дракона и еще несколько оригинальных. В том числе скин Димитрия Вегаса, наличие которого, если честно, я не совсем понимаю. Ну, типа я в курсе, что они с братом и еще одним музыкантом написали саундтрек к одному из трейлеров игры. Но он не то, чтобы супервыдающийся. К тому же, так или иначе, это ремикс на легендарный трек от группы The Immortals, который написали еще кучу треков для франшизы. Где их скины? Где были скины группы Адема, которые написали потрясающий трек для Смертельного Альянса, еще и клип сняли? Где скин Дэна Фордена, композитора, стоявшего у истоков серии? Конечно, я все понимаю, другое время, другое место, другие боссы, может быть, и другие решения. Но для меня это все равно странно, я, видимо, просто не понимаю, что там произошло, но очень хочу понять. Вот скин Скорпа из трейлера так и не добавили, а на Саба лицо диджея натянули, и тут же о нем все забыли, и мы давайте забудем, потому что что-то я много времени этому уделил, а ролик и так длинный вышел. По фаталкам в этой части все бодро и оригинально. В одном случае, Саб-Зиро покрывает противника льдом, сносит голову и уничтожает ее, предварительно заморозив. А выполняя второе фаталити, он оставляет ледяной клон с копьем, на которое бросает противника с помощью подката, после чего отрывает голову и насаживает ее на острие копья. Выполняя френдшип, Сабыч выкатывает тележку с мороженым. Просто и кажется вполне логично. В период с 2020 по 2022 вышло 4 экранизации Мортал Комбат, и в каждой из них появился Саб-Зиро. В первом мультфильме с подоголовком месть Скорпиона мы видим Бихана, старшего брата. Безусловно, персонаж раскрывается во всей красе, хоть и проигрывает Скорпиону, но учитывая, как он пользуется своими силами, замораживает все вокруг, скользит, оставляет ледяной клон и кастует оружие. Кажется, что победить его невозможно, но все же. Понравилось, что его преподнесли настоящим воинам, которые даже наказал Кейно за то, что последний обесчестил турнир нападками на героев. Внешность персонажа основана на костюме младшего Саб-Зиро из Мортал Комбат Икс, как и в большинстве случаев касательно мультфильмов. Персонажа озвучил актер Стив Блум, который в основном и специализируется на озвучке видеоигр. Он же озвучивал Бараку, Рептилию и Борайчо в играх серии, начиная с МКХ. Ну и само собой он озвучивает младшего Саб-Зиро и еще сотни персонажей в различных видеоиграх и мультфильмах. Как ни странно, но Бихана в образе Нубсайбата мы пока еще не увидели в серии мультфильмов Легенды Мортал Комбат. Зато во второй части появился младший Саб-Зиро, которого озвучил Боярдо де Мургуя, не очень известный актер, который появляется в основном в сериалах, а в играх озвучивает персонажей на вторых ролях. Младший Саб-Зиро получился очень драматичным персонажем. Друга в лице Смоука, а затем сталкивается лицом к лицу со Скорпионом и находит в себе силы не убивать его из-за жажды мести за брата. Здесь у персонажа костюм из девятой части, хотя лицо явно основано на МКХ. Пожалуй, самое необычное появление Саб-Зиро состоялось в недавнем мультфильме «Снежная слепота», где Куай Ли Энн представлен в образе такого старика-наставника. У такого образа явного игрового прототипа нет, максимум можно вспомнить постаревшего Саб-Зиро из пятой части. Но, несмотря на то, что фанатам оказалось непривычно видеть такого Саб-Зиро, все же персонаж получился интересный. Он меняется на протяжении сюжета, местами может в юмор, а в конце показывает, кто здесь батя, позвав Скорпиона, достав из кладовки доспехи и надрав задницу злодею. Здесь Саб-Зиро показали настолько сильным, что он сам стал бояться того, на что способен. Хотя нечто подобное мы видели уже в комиксах МКХ, там он заморозил целый город под влиянием Камедогу. Именно из-за своих сил в мультфильме он заключил договор со Скорпионом, который должен остановить Саб-Зиро, если он перестанет себя контролировать и забрать его в преисподнюю, если Криомант воспользуется силами. В целом, это неплохая самостоятельная история, она закончена и останется такой же самобытной, хоть и происходит в знакомой нам вселенной. Здесь Саб-Зиро озвучил актер Рон Юань, который также подарил голос Скорпиону в одиннадцатой части, ему же в МК Анслоуд и, если верить АМДБ, сыграл Скорпа в невышедшем сериале Mortal Kombat Generations. Ну и последнее появление, которое нужно упомянуть, это экранизация Mortal Kombat 2021 года. Здесь нам показали старшего Саб-Зиро Бихана, который, судя по финалу фильма, имеет огромные шансы вернуться в сиквеле в роли Нуб Сайбота, когда роль младшего Саб-Зиро исполнит другой актер. Пока каст еще неизвестен, но с вероятностью в 99% можно говорить, что мы увидим Куайли Энна в сиквеле. Что касается Бихана в исполнении Джота Слима, как по мне, персонаж получился потрясающим. Есть, конечно, вопросы к его костюму, по большей части к огромной маске, но именно роль очень крутая. По мне, так, Саб-Зиро это лучшее, что есть в современной экранизации. От него чувствуется эта холодная угроза и это офигенно, а главное, ему уделили достаточно времени. Это не эпизодическое появление без реплик, а полноценный центральный антагонист. На его фоне Шан Цун и Цифровой Гора просто теряются, уже молчу про остальных. Но если быть честным, это не то, чтобы заслуга конкретно Джота Слима, скорее так написан сценарий. Не всем понравилось, что Бихана преподнесли таким чистокровным злодеям, вроде как в современных играх он более нейтральный персонаж. Но не стоит забывать, что изначально старший Саб-Зиро это наемник, вор и убийца, который не ставит под сомнение приказы Грандмастера Клана, по крайней мере основываясь на той информации, что нам преподносили в играх. В ином случае его перерождение в Нуб Сайбота не имеет смысла, ведь в этом вся суть. Его душа еще до смерти была проклята злом, уже потом с ним поработал Куан Чи и появился Нуб Сайбот. Поэтому старший Саб-Зиро на стране зла это вполне логично, а младший это уже совершенно другое дело. Хотя знаете, из раза в раз я ловлю себя на мысли, что пытаюсь что-то объяснить, обосновать и подкрепить какими-то примерами из игр, но всегда найдется кто-то, кто скажет, что Саб-Зиро должен быть в костюме из Ультиматума, а то это не Саб-Зиро. Или вообще-то Куан Чи убил семью Скорпиона, а Бихан был добряк. Так вот, собственно, идите к черту, никогда в играх старший Саб-Зиро не был положительным персонажем. Максимум, он мог кого-то не убить. А из Джота Слима получился офигенный, мрачный, что-же, третья часть подошла к финалу. Сколько там в общем хронометраж этих роликов? Часа полтора? Конечно, стоит отметить, что как Саб-Зиро, так и Нуб Сайбот появляются в МК Мобайл и в МК Унслоуд. Но касательно этих персонажей, пока в мобильных играх не было каких-то выдающихся моментов. То есть, нет оригинальных скинов, как у Кенши или Скорпа, например, и нет оригинальных движений. Они основаны на своих версиях из основной серии, а я от мобилок уже слишком далек. Да и уверен, есть куча каналов, которые рассказывают о персонажах МК Мобайл. Пора заканчивать, но это не значит, что мы больше не вернемся к этому персонажу. Саб-Зиро явно появится в следующей игре, мы еще увидим его на экранах, а значит, впереди еще много интересного. Не прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова